В нашей студии сегодня тренер молодежной команды «Металлург-2» Александр Сосницкий и капитан команды Тимофей Рукавишников. Здравствуйте! Здравствуйте! Знаю, что недавно вы вернулись с очередных соревнований. Расскажите, пожалуйста, в Кубке «Содружество» молодежная команда принимала участие впервые или это уже не первый ваш опыт? Первый раз нас пригласили. Соревнования проходили с 1 по 2 октября в городе Белоруссии, в городе Минске. Две команды с Белоруссии, которые заняли первенство Белоруссии, занимали первые и вторые места, ну и пригласили нас и хотели пригласить Ковров. Ну, Ковров что-то не получился у них. Ребята выступили достойно. Есть, конечно, свои минусы и плюсы. То есть, ну, заняли ребята первое место, выиграли это Кубок «Содружество». Тимофей, ну, похвастайтесь, собственно, трофеями, которые привезли с очередных соревнований. Покажите медаль. Вот медаль «Скубок «Содружество». Молодцы. Всех их поздравляю. Но есть над чем работать. Есть работать над чем. То есть, много ошибок. Ну, мне кажется, всегда так. Есть к чему стремиться. Да, есть к чему стремиться. Ну, и для них, естественно, все вот эти игры, когда много играешь, то есть, это вот и опыт приходит, и мастерство. Как вы оценивали шансы изначально вот наших ребят на победу? Первая игра показала, мы сыграли в ничью, проигрывали. Ну, в конце вот Тимофей там сравнял там за, я не знаю, за минуту. То есть, сыграли 2-2. В командах играли люди, которые там и 20, и 25 лет было. Ну, ничего не испугались. Вот если брать объективно, «Металлург-2», то есть, выглядел лучше. Ну, как даже вот и технически, и по мастерству ребята лучше. Ну, не намного, но лучше. Тимофей, вы только недавно, я так понимаю, да, стали капитаном юношеской команды. Расскажите, пожалуйста, уже как бы вот, уже освоились в своей новой роли? Ну, теперь ответственность вдвойне лежит на мне. Я должен больше подсказывать ребятам своим, как, где, что делать. Как вы считаете, у вас получается справляться с этой ролью, да? Вы органично себя вне чувствуете? Да, у нас все очень слажено. Я знаю, что у вас впереди еще одна игра, да, 9 октября вы едете в Ковров. Расскажите, пожалуйста, с кем будете встречаться, с кем играть, да, что ждете от этой встречи, от этой игры? 9 октября, да, нас пригласили в город Ковров. Там будет проходить кубок в память Ивана Чудикова. Две игры в один день. Мы сыграем. Первая игра будет играть в Металлург-2 на Ковосахах. До 18 лет ребята будут играть с такими же сверстниками с Коврова. А вторая игра будет основной состав Коврова, который участвует в первенстве России. А с нашей стороны будут ребята играть, которые в основном в Металлургии, ну, на запад, можно сказать, второй состав. Чтобы у ребят была практика, то есть они попробовали свои силы, как они могут, ну, все-таки против основного состава Коврова играть, то есть молодежь. Что ждете от этой встречи? Уверены ли в победе? Привезете нам очередную? Постараемся. Как, Тимоша, скажешь? Ну, будем стараться побеждать. А там будете выполнять установки тренерского штаба, значит, будете побеждать. Спасибо вам большое, что пришли. Удачи. Привозите новые награды. В нашей студии сегодня были тренер молодежной команды Металлург-2 Александр Сосницкий и капитан команды Тимофей Рукавишников.